Из-за этого коллайдера появляются черные дыры. Так, слушай меня. Очень важные моменты, Андрей. Коллайдер. Коллайдер и глобальное потепление. Так, для чего этот коллайдер, ответь? Они без спросу хотят его запустить на полную мощь. Между Францией и Италией это делается. Думаешь? Да. Для чего этот коллайдер? Еще раз. Откуда ты узнал, что между Францией и Италией? Я прочитал. Для чего он нужен вообще, этот коллайдер? Первых, этот коллайдер у нас был придуман в СССР. Так. И где-то тут под Москвой его, по-моему, копали. Что-то я слышал, еще под аваромой был. Так. Типа, первое создали мы. Но так как это нужно было слишком много денежных положений. Так, для чего он, ответь? Ну и пробовали, как он работает, как, что из него выйдет. Это списали уже давно. Выйдет. Это писали в технике. Ты говоришь, что он это самое, прошлое и будущее можно смотреть. Да. Как частица ударяется об частицу с огромной скоростью. Да. Просто такого, да. Это пояснение. Но он как таковое... То есть как это можно в прошлое и будущее смотреть? Ну, мгновенно. Получается какая-то там разрядка этих электронов или что-то еще. И в этот момент можно наблюдать пришествие там этих всех... То есть можно назад возвращаться? Да, назад или вперед. Типа машина времени не придумает для этого. Это машина времени. Только электронные. Но там пишутся, что будут черные дыры, которые могут поглотить. Скорость разбирается 250 тысяч километров. Откуда эти дыры там берутся? Час. Дыры берутся от того, что... Как ее... Испарения эти вот идут. Испарения? Да. И все. От этого берутся... А частица сама еще состоит эта? Которую разгоняют? И за атом, электронов. Еще говорят там... Еще что-то нашли, кроме атомов, электронов. Вообще... Очень много нашли. Это очень опасная вещь для человечества, Андрей. Ну... Говорят, что будет конец света из-за него. Ты понимаешь? На полную мощь сейчас включат его скоро. И все, пиздец будет всем. Да нет. Дело в том, что...